МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И что ждать от небесной канцеляры? Расскажем далее в программе. 1 червя не означают День обороны детей. Идея свята я еще раз нагадать про отказность дорослых за безопасность здоровья и радость подрастающего поколения. Чужих детей не бывает, и шматликие доброченные акции, что проводятся в Беларуси, тому подтверждение. Например, к Могилевскому специализованному дому дитяте подарили автомобиль для перевозки маленьких пассажиров у инвалидных колясках. Под опекыванием дома дитяте каля 300 детей. Гэта и выхованцы специализованных групп, пациенты отделения паліативной допомоги, пациенты отделения раннего умешальництва. Тому таки автомобиль не обходны для отшебной установи. Значный унесок у подарунок аджихару Могилева, працовных организаций и предприемствам. Этот подарок для нас бесценный дар. Я вот думала, как его назвать? Бесценный дар. И это действительно так. Почему бесценный? Потому что это новые возможности для лечения, реабилитации, транспортировки детей на реабилитацию. Почему еще бесценный? Потому что этот подарок собирали все могилевчане. И это не менее важно. Вот здесь наше белорусское и милосердие, и добросердечие. Вот на этой акции мы видим живыми глазами. Действительно, вместе мы можем много. Достаточно огромное внимание уделяется социально значимым нашим проектам. Так, в частности, начато строительство детского садика на 240 мест. Начато строительство школы на 1020 мест. Конечно, в здравоохранении особое внимание мы уделяем здравоохранению. Уверен, что именно социально значимые объекты говорят о том внимании, которое со стороны и государства, и со стороны города уделяется нашим маленьким деткам. Катярина Градницкая, Александр Тарасов, Новины, Региона. День обороны детей разом с представництвом Белорусского Республиканского Союза молоди провели выхованцы социально-педагогичного центра Кастришинского района Могилева. Молодь приехала не с пустыми руками. Для этих деток первый день лета выдался солнечным не только по прогнозу, а и для настрою. У гостя до выхованцев социально-педагогичного центра завитали активисты БРСМ со святым и подарунками. Не сегодня, а завтра. Будущее за нашу молодежь, за нынешнюю. А вот будущее послезавтра – это за этими ребятами и детьми. Поэтому мы должны их воспитывать, мы должны на собственном примере показывать, как нужно делать и быть рядом с ними. У социально-педагогичного центра зараз больше за три десятки деток от рог до 18 год. По разных життёвых обставинах, изгодно с декретом номер 18, г.т. хлопчики и девчинки тут застаются до полгода. Приятно, когда к нам приезжают люди с сердцами настоящими, добрыми и стараются оказать детям помощь, развлечь их, поднять настроение. Потому что настроение, конечно, у них не всегда бывает хорошим, особенно у тех, которые только-только пришли из семьи. И такие праздники показывают, что наши дети не остались одни. Они нужны людям, нужны взрослым. Этим разом активисты Союза молодежи организовали детям святочную программу с проходжением квестов и лабиринтов, а так само ростовыми ляльками. И, конечно же, на проконце свято-кожное дитя отримало солодкие подарунки. А легалонная – это их эмоции. Очень много музыки, очень весело, очень разные интересные игры. Ну, все танцуют, радуются. Было очень супер, мне понравились персонажи, веселья. Это впервые в моей жизни. Мне очень все понравилось. И я всем желаю детям счастливого дня защиты детей. Первый день лета для активистов БРСМ стал стартом широкого доброчинных мероприемств и акций. Зусим худкой они наведают оздоровленшие детячие лагеры с масштабным освятницким проектом «Крок до поспеху». Алина Вильшанкова, Ляне Цикорин, Новина региона. Подарыц свято кожному дитяте. Могилевский институт Министерства внутренних справ наведал подшифтные организации. Марафон добрых справ распочался с Могилевского областного центра медреабилитации детей-инвалидов и хворых детей психоневрологичного профиля. Областный центр медреабилитации детей-инвалидов и хворых детей психоневрологичного профиля и Могилевский институт Министерства внутренних справ сябруют более 10-ти годов. Офицеры и будущие правооховники лечат свою миссию допомогать тем, кто в этом мает потребу. В данном мероприятии я принимаю первый раз участие. Честно говоря, немного волновался, но когда увидел радостные улыбки на лицах детей, то и самому как-то стало легче на душе. Дети в первую очередь это цветы жизни, это залог, это фундамент развития нашего государства, нашей родной Белоруссии. И мы должны сделать их детство намного счастливее. Центр теперь наведывает более 60 деток с розными патологиями. Пироважно у центральной нервовой системы психичными и иммунными порушениями. И такие мероприемства для маленьких пациентов – частка реабилитации. Проходим реабилитацию, физиопроцедуры, с нами занимаются дефектологи, логопеды, массаж, бассейн. Ну а вот такие вот праздники, как вам? Очень хорошо для детей, позитивно, конечно, им нравится, очень смотрят, наблюдают, участвуют. Вот такая социализация и участие в празднике – это тоже часть лечебной программы, если хотите, потому что умение общаться в детском коллективе, умение радоваться – это очень важный момент лечебного процесса. На добрые справы курсанты и офицеры завсюду отгукаются. Это и доброченные унески, и офицерский сход, а так само допомога от первичек Белорусского союза Жанчин, БРСМ, профсоюзов. Допомогать тене такое пытание не стоит перед коллективом. Могилевский институт, слово благотворительность – это знак равно. Я думаю, что это замечают многие люди. Нам приятно, что мы, помимо тех своих служебных обязанностей, которые выполняют сотрудники органов внутренних дел, еще вот таким форматом приносим людям добро. А далее доброченцы у погонах накировались у дитячих садок, у увез цематюты городского района. Это так само подшефная организация Могилевского института. Снежана Крыжеевич, Кристина Каранкевич, Александр Тарасов. Новины региона. Батьков, дети которых стали переможцами заключенного этапа Республиканской Олимпиады по учебных предметах, ушановали в Могилеве. Десятиклассник 4-й гимназии Могилева Артем Шумилов в Республиканской Олимпиаде по белорусской мове и литературе удельничал уже в другой раз и был удостойный диплома третьей ступени. Мне кажется, что каждый гражданин нашей страны должен знать свою родную мову, так как она передалась к нам от наших предков. И в ней заключена, по сути, она является невероятным богатим нашего белорусского народа. Хотелось бы выразить большую благодарность за возможность вообще детям проявить себя, сиять год от года все ярче и ярче. Хотелось бы сказать большое спасибо наставникам за неоценимый вклад в развитие наших детей, за поддержку, за то, что они умеют не только их стимулировать, они умеют разделить с ними этот успех. Заключенный этап Республиканской Олимпиады по будучебных предметах проходил в Соковику. Удел у им принимали 86 наученцев 8-11 классов гимназий и школ Махилева. Пераможцами стали 36 хлопчиков и девчонок. Гэтам на 5 наученцев больше, чем в минулом научальном годе. Нагадаем, что пераможцы предметных олимпиад мают преференции и льготы при поступлении у ВНУ. Мы гордимся этими детьми, потому что вдвойне сегодня гордятся и родители, которые получили заслуженные награды на сегодняшнем вечере. После урочистого мероприемства школьников и их батьков у подарунок чакал театрализованный концерт наученцев детских школ Мастасту Могилева. А еще ранее 36 самых одоренных школьников областного центра отримали от городской улады подарунок. Экскурсию в национальный детский технопарк и музей Великой Айшинной войны в Минске. Анатолий Шпилько, Ксения Мартусевич, Александр Тарасов, Леонид Сикорин. Новины региона. Супрацовники правооховных органов затримали у Могилеве мясцового предпринимательника, который разместил у себя на автомобиле украинскую националистичную символику. Правооховники действовали оперативно и худко вышли на группу белорусских граждан, которые являлись прихильниками украинских формирований. Это оперативное видео затримания Могилевского предпринимательника у Владимира Тычинского. И он разместил у себя на автомобиле националистичную украинскую символику. Подчас оперативных деяний у затриманного знали ответную символику у тем лику организации «Правый сектор». Символика купил в Киеве. А кроме этого, правооховники высвятили, что предпринимательник был подписан на белорусские интернет-ресурсы, которые признаны экстремистскими. Обменивался информацией деструктивного толку. В 2021 году он перебросил мне ссылку на телеграм-канал «Черная киева» и спросил, знаю ли я кого-нибудь из людей, которые находятся там. Пролистав канал, я увидел несколько своих хороших знакомых, на что скинул их ему. При встрече сказал, что это мои хорошие знакомые, один из них даже с тобой сосед. А информация в этом телеграм-канале в негативном ключе ведется. На что он ответил, что они так называемые каратели, с чем я не согласился. После этого наши с ним рабочие отношения пошли на спад. Сычинский Владимир Петрович, он также мой единомышленник касаемо событий, происходящих сейчас в Украине. То есть он, как и я, осуждает действия российской стороны. Правооховники оперативно спланили деятельность группы белорусских грамадян, которые являлись прихильниками украинских формирований. Сейчас дается правовая отзнака деянням затриманных. Прочувание эпохальных изменов луная у поветры. Об этом президент Беларуси заявил подчас послания белорусскому народу и национальному сходу. Подеи опошних дзен это подтверждают. Один ополярный свет начали с США, страчивая своя позиция. Политика коллективного захода усе больше агрессивная. Однако шмат краин не ожидают принимать его гегемонию. Как пример, другой евразийский экономический форум, который не так давно отбился в Москве. Про это и не только смотрите в новом выпуске программы «Уполный голос» на телеканале «Беларусь-Чатыре» Могилев. Хотелось бы каждую неделю говорить о мире, но, к сожалению, мирные инициативы сегодня Китая и Ватикана, и нашего главы государства откинуты. И те усилия, которые мы сегодня предпринимаем, очень правильные, нужные усилия, позволяют нам сохранять мир на нашей земле и выступать с мирными инициативами. Вот это важно продолжать. Остаемся единственной страной, которая никак не может позволить Западу запнуть этот своеобразный геополитический кордон санитарным около России. В чем феномен, нынешний феномен форума Евразес? В том, что всего лишь 5 стран туда входят, но присутствовали 50 стран. В эту интеграционную, в хорошем смысле интеграционную коалицию, есть желающие из других сторон втянуться. Смотрите программу «В полный голос» в четверг, 1 июня в 19.15. Свято повинны смеяться дети. Разгорнулася у Могилевским сквера 40-годзя Перамоги. Одночасово на мероприемстве отбылся галоконцерт городского конкурса детяшей творчести «Звонкая капель». Головная мета свято подарит детям усмешки. У сквера 40-годзя Перамоги ярко и шумно. Все сделано для того, как дети окунулись в атмосферу свято и отримали позитивные эмоции. У меня эмоции сегодня яркие, незабываемые, веселые. Какие сегодня у вас эмоции? Хорошие! Для деток организовали яркие интерактивные пляцовки, на яких можно, на приклад, помаливать або заняться спортом. На приклад, центральная городская библиотека имя Карла Маркса подрихтовала для детей творчую и познавальную пляцовки. Что ты сейчас делала? Рисовала Гошу. И как тебе, Гоша? Хороший. Мы учим не только рисовать, творить, но, конечно же, еще познавательно изучать наш природный мир в Беларуси. Показываем, как животных можно спасти из болота. Так само на свято прайшоу «Парад Парасонов», где школьники представили свои дизайнерские рошения. Ихала концерты городского конкурса детской творчости «Звонкая капель». На им выступили лепшие детячие коллективы Могилева. Ганна Петрова-Куминская, Юра Власцов, Виталий Ляксейнка. Новина региона. И до темы «Надворы». На 1-2 градуса ниже из-за климатичную норму прогнозуют синоптики на первую декаду червеня. До речи, для этого периода нормы лечится плюс 16, плюс 17 градусов. Что до пятницы, то чекается часом невеликий дождь. Ветер – до 18 метров за секунду. У день плюс 15, плюс 20, местами – до плюс 23 градусов. У субботу на Могилёше неперважно без опадков, а ли у день только до плюс 18 градусов. С дня дели на двор я почне по крыху выправляться. У день плюс 18, плюс 22. У авторок уже до плюс 24, и у Сираду до плюс 26. А ли новый тыдень не обыйдется без дожжу. На этом наш выпуск завершен. Актуальные новины в области глядите на сайте и в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилёв». Дякую, что были с нами, и до встречи.